Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр собирается пожертвовать все гонорары от продажи своей автобиографии на строительство нового центра реабилитации для ветеранов войны в Ираке. Он также отдаст на благотворительность уже полученный за книгу «Аванс», который составил более 4,5 миллионов фунтов стерлингов. Деньги за его произведение, которое называется «Путешествие», будут переданы в фонд благотворительной организации «Королевский британский Легион». Стоимость нового центра, который планируют открыть в 2012 году, оценивают в 12 миллионов фунтов стерлингов. «Пожертвование господина Блэра позволит изменить жизнь сотен ветеранов и раненых солдат. И у меня нет сомнений в честности и искренности Тони Блэра, который действительно жертвует свои деньги на благотворительность». Тем временем многие активисты антивоенных движений уже назвали это пожертвование «кровавыми деньгами». «Мы считаем, что даже когда он действительно хочет что-то сделать, в итоге это выходит для него боком. И это результат его надменности и упрощённого отношения к войне и международным отношениям. Так много жизней наших юных парней и девушек было разрушено». Отец убитого в Ираке британского солдата говорит, что Блэр должен был извиниться за гибель всех солдат Великобритании. По его мнению, у бывшего премьер-министра была такая возможность во время допросов комиссии, которая расследовала британское участие в войне в Ираке. «У него была идеальная возможность, когда он предстал перед комиссией по расследованию войны в Ираке под руководством Джона Чилкотта извиниться перед семьями пострадавших. Однако он даже не упомянул об этом». В свою очередь, Тони Блэр говорит, что участие Великобритании в Иракской войне было оправдано и ему незачем приносить извинения. Британские газеты оценивают личное состояние бывшего главы правительства примерно в 20 миллионов фунтов стерлингов.